Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Сегодня я продолжаю серию рассказов о том, как мы с братом делали ремонт в его доме. Сегодня я расскажу в деталях и покажу в картинках, как мы сажали сад. У нас была полностью заасфальтированная площадь вокруг дома, где мы хотели разрезать этот асфальт и сделать кусочек земли прямо вдоль забора с нашей стороны. Это пришлось очень долго и муторно делать, потому что оказалось это был не асфальт, а какие-то прямо бетонные залежи вот такой вот толщины. Брат заказал специальный инструмент, чтобы это все вскрыть и, наверное, около недели он пытался вот это вот все какими-то кусками из глубины достать и в итоге у него это получилось. Очень долго он выковыривал, я не знаю, это какие-то, мне кажется, бетонные отходы, просто были туда закопаны и сверху полито так как будто бы асфальтом. В общем, он выковыривал вот такие вот огромные булыжники и нам пришлось заказывать машину, точнее контейнер целый нам привезли и поставили там на три-четыре дня в наш сад. Мы это все вместе с ним таскали, потому что булыжники были очень тяжелые и складывали вот в этот контейнер, который потом приехала машина и забрала. Полный контейнер у нас был в бетоне. В общем, с сада мы очень сильно намучились. Вдоль сада у нас был какой-то такой не очень хороший забор, где-то там звенья были изогнуты, где-то вообще двух звеньев не хватало и брат нашел такие же в магазине и заказал. Нам привезли через недельку и он их поставил. А после того, как мы с забором закончили, мне пришлось его покрасить, ну, чтобы он выглядел более-менее одинаково, потому что он был какой-то ржаво-серого цвета. Сначала я его отшкуривала каким-то специальным таким инструментом, типа дрели, но с насадкой и такой, я даже не знаю, как это все называется, мне брат дал в руки и показал, как работает, как заряжать его. И я пошла все это вот шкурить. В общем, содрала всю ненужную краску и сверху уже красила черной краской, которую мы купили для exterior, это называется. Если в доме мы красим interior краска, то есть внутри дома, то заборы и двери входные и так далее. Все, что на улице, мы красим краской exterior, называется. Это вот у меня два новых слова было на тот момент в моем английском словаре. Окей, let's go! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok И как раз в это же время он заказал около 50 штук кустарников, которые мы сажали вдоль всего забора Он привез еще туда, заказал земли, мы насыпали очень много, кстати, земли ушло туда, наверное, пакетов 10 И потом тоже выкапывали лунки, поливали, все это из дома носили, потому что шланга у нас на тот момент не было И в общем, лейку мы такую специальную купили И я это все в лунку налила воды, мы поставили дерево, закопали, подкопали еще там Потом в течение пару месяцев я еще специальные удобрения покупала в Пауэлленде, чтобы деревья росли Но так как был март, они как бы не все взошли, то есть листочки, почечки не у всех стали появляться И мы подумали, многие деревья просто сами по себе были засохшими В те места, где почки не набухли и листики не пошли в рост, около 20 растений нам пришлось заменить Но тем не менее, кустики уже росли, постепенно набирали листву Но мы столкнулись с другой проблемой У нас во дворе была такая площадка и рядом стоянка, где было написано No Ball Games Но там постоянно дети играли в мяч, и они пинали чуть ли не в наши окна этот мяч И постоянно их мяч прилетал к нам в сад Они перелазили через наш забор, ломали все наши кусты И в итоге однажды брат забрал у них мяч и сказал Все, это частная собственность, частная территория, вы не имеете права сюда залазить Мяч вы больше не получите Но потом он как-то бы выкинул просто этот мяч куда-то, что они там сами его потом нашли И была у нас такая с братом история, что он, опять же, так же нам запыльнули мяч в окно Практически хорошо хоть не разбили И он вышел и детям тоже сказал Мы все это сняли на видео, мы сейчас все это отправим в полицию И больше вы здесь играть не будете А, я забыла сказать, это были дети афроамериканцев, как это принято говорить Они, короче говоря, пошли нажаловались своим родителям А детей же нельзя снимать в Великобритании без разрешения родителей И как хорошо, что это снимала я Ну я же не знала на тот момент, что детей нельзя снимать Я сняла просто для того, чтобы доказать, что к нам в сад кидают мяч И у нас могут разбить окно И потом пойди докажи, кто это сделал И в итоге, знаете, что они сделали? Вызвали полицию и сами же накапали, что мы снимаем их детей И чуть ли мы там не педофилы Но это они на брата Они же не знали, что я снимала Полиция обыскала всю комнату брата Стучали ко мне, спросили, кто я такая Я говорю, я сестра Мы арестовываем вашего брата Я говорю, а что случилось? Почему? Как? Не волнуйтесь, все в порядке И увели его И сказали, больше ничего не делать с этими детьми Ну в итоге вот пришлось как бы мириться с этим С тем, что наши кусты ломают И постоянно как-то это все обратно возвращать Досаживать новые кусты В общем, была у нас такая вот история с полицией Вообще полиция работает в Лондоне очень хорошо Но часто бывают, конечно, вот такие вот ненужные вызовы Которые просто люди ябеднючают, капают друг на друга И не могут разобраться между собой Ну, про полицию я как-нибудь тоже расскажу отдельным роликом А после этого уже началась весна И я стала покупать такие горшочки Ну, чтобы сажать весенние цветы вдоль дома И посадила там тюльпанчики, крокусы У меня что-то росло, цвело Соседи мимо проходили Нормальные соседи, англичане Показывали мне Ну, молодец, сажаешь цветочки Как там все это развивается В общем, я же у меня английского не была Ну, что-то мне говорили Да, да, все хорошо Ну, что могла, вот то снимала И вам вот показываю С сегодняшнего дня я начинаю серию небольших сюжетиков О моей жизни в Лондоне И сегодня мы с вами будем сажать цветы Крокусы А также тюльпанчики Субтитры подогнал «Симон» В итоге спустя какое-то время Сад у нас получился красивый Деревья такие были ухоженные Брат их постоянно стриг Потом я этим занималась И в конце, когда я продавала дом Единственная фотография у меня сохранилась Та, которую сделала мое агентство для продажи Вот так вот у нас в конечном итоге Выглядел сад Спустя 6 лет После того, как мы его посадили Ну, вот пока и все Что я хотела рассказать про дом Про то, какие припятии у меня И у брата были с этим домом Как у нас там постоянно что-то ломалось Что-то происходило Я буду рассказывать в следующих роликах Пока на этом все Не прощаюсь с вами До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok